Оператор объединения null совместимых значений. В C-Sharp существует оператор объединения null совместимых значений null collage scheme operator. Он обозначается знаком 0,0 и работает с двумя оперантами. Если левый оперант не равен null, оператор возвращает его значение. В противном случае возвращается значение правого оператора. Оператор объединения null совместимых значений удобен при задании предлагаемого по умолчанию значения переменной. Основным преимуществом этого оператора является поддержка как ссылочных типов, так и ну совместимых значимых типов. Вот код демонстрирующего работы. PowerStatic void null collaging operator operator in32 под вопросом который b равен 0. Приведенная далее инструкция эквивалентно следующий. x равно b точка хэш валуя, хэш валуя, мапросик, b точка валуя, присваивается 123. А либо короче с одним валуя, если у b есть значение, то выдается значение b валуя, а если нет, то 1, 2, 3. И типа сокращенный вариант in32x равно b 2 вопроса, 1, 2, 3. В общем если у b null, то возвращается 1, 2, 3. В противном случае содержание этого b. Кодсовим light time x выдаст 1, 2, 3, потому что в самом начале ему показали, что она null. Приведенная далее в инструкции строка эквивалентна следующему коду string temp get file name, file name temp если не null, то возвращаем temp в другом случае antidote. string file name get file name, два вопроса antidote. Некоторые пользователи считают оператор объединения null с совместимым значением всего лишь синтаксическим сокращением для оператора вопрос. Однако оператор два опроса позволяет получить два синтаксических преимущества. Во-первых, он лучше работает с выражениями func string f. Включаю пустой параметр, лендовое выражение равно больше, сам метод, два вопроса antidote. Прочитать и понять эту строку намного проще, чем следующий фрагмент кода требующий присвоения переменных и использования нескольких операторов. А теперь приведенная на fishing source. Темп из Gracias T4 Круглые скобки Rавно больше var temp равно сам метод Точка запятовая Return temp f Точка запятовая Return temp не null, если не null, то temp, если null, то antitle. Во-вторых, оператор 2 вопроса упрощает сложные сценарии. Например, string else, сам метод, 2 вопроса, сам метод, 2 вопроса, antitle. Ну, может, в этом случае, да. Чем только получится. Если в первом случае есть значение, то он вернется значение. В противном случае вернется метод. Если типа в первом нет значения, а в втором нет значения, то вернет antitle. Наверно так. Ведь эту строку прочитать и понять гораздо проще, чем следующий фрагмент кодек. SYNC S VAR SM1 равен сам метод 1 IF SM1 не null S равно SM1 ELSE VAR SM2 равно сам метод 2 IF SM2 не null S равно SM2 else else равно antitle. Ну, не так проще вот это прочитать, чем сокращенный. Как бы были очевидны. Ну, если в голове держать, что на вопрос это типа сравнение с 0, то и так сойдет. Поддержка в CLR null совместимых значимых типов. В CLR существует встроенная поддержка null совместимых значимых типов. Она предусматривает упаковку и распаковку, а также вызов метода get type и интерфейсных методов. Все это призвано обеспечить более тесную интеграцию null совместимых значимых типов CLR. В результате типы ведут себя более естественно и лучше, соответствуют ожиданиям большинства разработчиков. Рассмотрим процедуру поддержки этих типов CLR более подробно. Упаковка null совместимых значимых типов. Представим переменную типа nullable in32, которой логически присваивается начать null. Для передачи этой переменной методу ожидающему ссылки на тип object ее следует упаковать и передать в методу ссылку на упакованный тип nullable in32. Однако при этом метод будет передано отличие от null значения, несмотря на то, что тип nullable in32 содержит null. Эта проблема решается в CLR при помощи специального кода, который при упаковке null совместимых типов создает иллюзию их принадлежности к обычным типам. При упаковке экземпляра nullable T проверяется его равенство значению null и в случае положительного результата вместо упаковки возвращается значение null. В противном случае CLR упаковывает значение экземпляра другими словами тип nullable in32 со значением 5 упаковывается в тип in32 с аналогичным значением. Вот код демонстрирует такое поведение. После упаковки nullable T возвращается null или упакованный тип T. n32? n равно null. object o равно n o равно null. console.wightline o из null 0 запятая o равно равно null. null n равно 5 o равно n ссылается на упакованный тип in32 console.wightline o s-type равен gettype system in32 так получается при упаковке экземпляра nullable T проверяется его равенство значению null. полученную разум вместо упаковки возвращает значение null. что такое значение null так и не понятно. Распаковка null совместимых значимых типов. в CLR упакованный значимый тип T распаковывается обратно в T или в nullable T. Если ссылка на упакованный значимый тип равна null и выполняется распаковка в тип nullable T, CLL присваивает nullable T значение null. в тот пример иллюстрации сказанного. создание упаковочного типа N32 object A равно 5 распаковка этого типа в nullable T и N32 вопрос A равно N32 вопрос O A равно 5 N32 B равно N32 O B равно 5 создание ссылки инициализирован инициализированной значением null U равно 0 НУЛ 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 А НУЛ 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 УНУЛ Везов метода getType через null совместимый значимый тип. При вызове метода getType для объекта типа NOLABLE-T CLR возвращает тип T вместо NOLABLE-T. Вот демонстрирующий данные о поведении код N32 в вопрос X-RUN-PTE. Эта строчка выводит систему N32, а не систему NOLABLE-N32. Вызов интерфейсных методов. Вызов интерфейсных методов через NULL совместимый значимый тип. В проведенном далее фрагменте кода переменная N типа NOLABLE-N32 приводится к интерфейсному типу ICOMPARABLE-N32, но тип NOLABLE-T в отличие от типа N32 не реализует интерфейс ICOMPARABLE-N32. Тем не менее, код успешно компилируется, а механизм верификации CLS считает, что код прошел проверку. Это нужно для предоставления более удобного синтаксиса. N32-опрос N равно 5, N32-result равно ICOMPARABLE-N, COMPARE-TOOF 5, компилятор компилируется и выполняется. Консорный правильный результат. Ноль. 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 Без подобной поддержки со стороны CLS пришлось бы писать громоздкий код вызова интерфейсного метода через NULL совместимый значимый тип. Для вызова метода потребовалось бы переведение распакованного значимого типа перед переведением к интерфейсу. N32-result равно ICOMPARABLE, приводим N32, COMPARE-TOOF 5, громоздкий код. Часть четвертая. Ключевые механизмы. Глава двадцатая. Исключение и управление состоянием. Эта глава посвящена обработке исключения exception handling. Хотя мы будем касаться и других тем, процедура обработки исключения состоит из нескольких этапов. Для начала следует определить, что ошибка присутствует. Определив это, нужно выяснить обстоятельства ее возникновения и решить, как от нее избавиться. На этом этапе возникает вопрос о состоянии системы, так как ошибки обычно возникают в самое неподходящее время. Скорее всего, ваш код в этот момент будет находиться в некоем переходном состоянии и вам потребуется вернуть его в состояние существовавшее до возникновения ошибки. Разумеется, мы также выясним, каким образом код дает понять о том, что с ним что-то не так. На мой взгляд, обработка исключений является самым слабым местом CLR. И именно поэтому разработчикам бывает так трудно писать управляемый код. В последнее время специалисты Microsoft внесли значительные улучшения в этот аспект, но до хорошей надежной системы все еще достаточно далеко. О том, что именно было сделано в данном направлении, мы поговорим при рассмотрении необработанных исключений в области ограниченного выполнения контрактов кода, средств создания оболочек для исключений во время выполнения неперехваченных исключений и т.п. Определение Исключения Конструируя тип, мы заранее пытаемся представить, в каких ситуациях он будет использоваться. В качестве имени тип обычно выбирается существительное, например, FileStream или StringBuilder. Затем задаются свойства, события, методы и т.п. Форма определения этих членов, тип данных свойств, параметры метода, возвращаемые значения и т.п. становятся программным интерфейсом типа. Именно члены определяют допустимые действия с типом и его экземплярами. Для их имен обычно выбираются глаголы, например, read, write, flush, flash, append, insert, remove и т.п. Если член не может решить возложенную на него задачу, должно выбрасываться исключение. Внимание исключение называется ситуация, когда член не в состоянии решить возложенную на него задачу. Метод трансфер принимает два объекта аккаунт и значение decimal. Определяя, сколько средств переводится с одного счета на другой. Очевидно, что этот метод должен вычитать деньги с одного счета и прибавлять их к другому. Но есть ряд обстоятельств, которые могут поменьшать его работе. Например, аргумент from или tol может уменьшить значение 0. Аргументы from и tol могут ссылаться на неоткрытый счет. На счету, с которого предполагается взять деньги, может оказаться недостаточно средств. На целевом счету может оказаться так много денег, что перевод дополнительной суммы станет причиной переполнения. Аргумент from out может быть равен 0, имеет отрицательное значение или иметь более двух знаков после запятой. При вызове метода transfer следует учитывать все перечисленные ситуации и при выявлении любой из них оповещать вызывающий код, вбрасывая исключение. Обратите внимание, что возвращаемый мой методом значение принадлежит к типу void. То есть метод transfer просто завершает свою работу, если завершение происходит в обычном режиме или выбрасывает исключение в противном случае. ООП обеспечивает высокую эффективность труда разработчиков, так как позволяет писать, например, такой код. boolean f равно jev.softstring 1,1 to upper.endswithe true. Здесь я реализую свои намерения, объединяя несколько операций. Этот код легко читается и редактируется, так как его название очевидно. Мы берем строку, выделяем ее часть, переводим символы этой части к верхнему регистру и смотрим, заканчивается ли выделенный фрагмент символов буквой е. При этом делается допущение, что все упомянутые операции успешно завершаются. Хотя, разумеется, от ошибок никто не застрахован. Соответственно, с ними что-то нужно делать. Существует множество объектов ориентированных средств, конструкторов, инструментов просмотра, задания, свойств добавления, удаления событий, вызов перегрузки операторов, вызов операторов преобразования типа, которые не умеют возвращать код ошибки. Но даже они должны каким-то способом сообщать о ее наличии. В .NET Framework и всех поддерживаемых этой платформой языках программирования для этой цели существует специальный механизм. Называется обработчик исключения exception handling. Внимание! Некоторые разработчики считают, что исключение связано с частотой возникновения некоторого явления. К примеру, разработчик метода чтения файла может сказать, читая файл вы в итоге достигаете его конца. Так как это случается всегда, я заставляю мой метод read в этот момент возвращать определенное значение. Но тогда выбрасывать исключение не понадобится. Но так считает разработчик, создающий метод read, а не тот, кто этим методом потом пользуется. На момент создания метода невозможно предугадать все ситуации, в которых он будет вызываться. Соответственно, нельзя предсказать, насколько частыми станут попытки почитать файл до конца. Более того, так как большинство файлов содержит структурированные данные, вряд ли чтение последних фрагментов будет частым событием. Механика обработки исключений. В этом разделе рассмотрена конструкция языка C-Sharp, предназначенная для обработки исключений. Хотя мы и не будем особо вдаваться в детали. Короче, вам важно понять, когда и каким образом применяется обработка исключений. Подробную уже информацию по данной теме вы найдете в документации на TED Framework и спецификации языка C-Sharp. Следует также упомянуть, что в основе обработки исключений в .NET Framework лежит структурная обработка исключений Structured Exception Handling C-Sharp. Windows C-Sharp. Рассматривается во многих источниках, в том числе в моей книге Windows via C C++. Рассмотрим код, демонстрирующий стандартное применение механизма об обработке исключений. Он дает представление о виде и предназначении блоков обработки исключений. В комментариях дано формальное описание блока TRY, CATCH и FINAL. Правый твой сам метод TRY. В этот блок пишется код, требующий корректного восстановления или очистки ресурсов. CATCH Invalid Operation Exception В такие блоки помещают код, который восстанавливают после исключения Invalid Operation Exception. В такие блоки помещают код, который восстанавливают после исключения IL Exception. CATCH Здесь находится код, который восстанавливают после остальных исключений. После перехвата исключений их обычно вбрасывают повторно. Этот вопрос будет рассмотрен позже. TROW Finally Здесь находится код, выполняющий очистку ресурсов после операции, начатых в блоке TRY. Этот код выполняется всегда, вне зависимости от наличия исключений. Код, следующий из блоков за блоком FAMILY, выполняется, если в блоке TRY не выбрасывается исключение, или если исключение было перехвачено блоком CATCH, а новое не выбросилось. Мы рассмотрели один из возможных способов обработки исключений при помощи блоков. Обычно все выглядит намного проще. В большинстве случаев можно обойтись его двумя блоками. Например, блоком TRY, соответствующим ему блоком FAMILY, или же просто TRY и CATCH. Такой сложный пример я выбрал для демонстрации возможных комбинаций. На этом все.